На выставке «Дети войны Ромы» собраны уникальные фотографии цыганских семей, которые, несмотря на массовые преследования и уничтожения, выжили. Небольшие черно-белые снимки, прикрепленные к бумаге или старому картону, передают всю глубину истории. На самом деле фотографии очень уникальны, так как мы объездили почти все Запорожье и прилегающие области, села. Собирали буквально по одной фотографии с каждой семьи. И здесь также еще предоставлены истории именно детей войны, как им жилось. То есть на самом деле мы даже пытались установить число погибших ромов. То есть мы даже не представляем, сколько это было человек, который погибнет. Чтобы собрать фотографии и истории для выставки, активистам понадобилось около трех месяцев. По словам организаторов, ромов не только расстреливали, но и закапывали заживо. Уничтожали всех стариков, женщин и детей. В основном начали в 1942-м, уже плотно взялись за ромов. То есть их уже и закапывали живьем в Бабьем Веру. Ну, то есть уже пуль даже не жалели, на них там стреляли. Алексей – один из тех, чьи бабушка и дедушка смогли выжить во время геноцида ромов. Говорит, они прятались где могли. Чтобы не умереть с голоду, ели случайно найденную мерзлую свеклу. А выжатым из нее соком поели и детей. Дедушка 27-го года рождения и, скажем, все происходящее в годы войны и послевоенные годы он прошел и не раз рассказывал и моим родителям, и мне непосредственно, как своему внуку. Также вот бабушкиной семьи фотографии. Они в послевоенные годы находились в Полтаве. И эта область была одной из более всего пострадавших по Украине. Когда мы вот собирали данные для этой выставки, то истории ромов, скажем, очень болезненные. И до сих пор ромы, когда вспоминают, то накатываются слезы на глазах. Выставку «Дети войны ромы» в областной библиотеке можно посетить в течение недели. Потом ее перевезут в Днепр.